Субтитры делал DimaTorzok 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 Следующее устройство, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это гарнитура Talkbond B2, тоже уже фактически второго поколения. Первое мы увидели в прошлом году и отличительная особенность того устройства, ну собственно как и этого, заключается в том, что внутри этого браслета находится полноценная гарнитура. Если нажать на две кнопочки по бокам, гарнитурка отпрыгивает, ее можно воткнуть в ухо и спокойным образом поговорить. Если в данный момент вы занимаетесь фитнесом, вас больше интересуют пройденные шаги и потраченные калории, она тут же защелкивается обратно и начинает работать уже в составе браслета и выполнять функции браслета. Второе поколение получило металлический корпус, кожаный ремешок, ну то есть прослеживается такая общая тенденция облагораживания различной носимой электроники и визуально поднятия статуса этих самых вещей. Что касается автономности, то Huawei сообщают, что говорить с помощью такой гарнитуры можно на протяжении примерно 6 часов, а время стендбай, то есть время ожидания в режиме браслета достигает 12 дней. Так же как и в первом поколении, устройство оснащается небольшим монохромным дисплеем, отображающим только основную служебную информацию. И что приятно, дисплей этот практически не заметен, если устройство выключено. Ну и остается добавить, что такая красота, по мнению Huawei, не может стоить очень уж дешево. И в зависимости от цветового исполнения, от материала, который используется на ремешке, версия TalkBond в Европе будет стоить от 170 до 200 евро. Продолжая тему различных необычных гаджетов, стоит отметить то, что в Huawei назвали CarFi. Это игра слов от Car, то есть машина и Wi-Fi. То есть предлагается некий мобильный модуль, который по задумке авторов раздает Wi-Fi внутри автомобиля. В чем же основной принцип этой штуки? Дело в том, что внутри блока устанавливается сим-карта с поддержкой LTE, таким образом LTE превращается в Wi-Fi. Далее, это устройство имеет USB-порт, а значит, что с помощью него можно заряжать различные другие гаджеты. Одновременно внутри автомобиля и в зоне вокруг него могут работать до 10 человек. А управлять всем этим удовольствием должно специальное мобильное приложение. Все управление с устройством делается с помощью единственной кнопки, которая является еще и индикатором. Если она светится, значит, в этот момент сеть активна. Тот самый USB-порт находится с одной стороны, а с другой стороны под крышкой находится разъем для установки SIM-карты и клавиши Reset. Ничего лишнего. Игрушка, на мой взгляд, на самом деле весьма интересная. Только вот здесь, в Испании, она начинает продаваться по цене в 100 евро. И как-то мне кажется, что для мобильного ходспота это слегка великовато. Хотя, с учетом удобства и различных фишек, может быть, и приживется. А еще у Huawei теперь есть самые настоящие смарт-часы, которые называются, к сожалению, не так уж и затейливо. Huawei Watch. Проблема лишь в том, что часы эти примерно как очаг у Папы Карла. Всего лишь нарисованы на стене, и на выставку они их так и не привезли. Где же Папа Карла? Я здесь даю! На этом сегодня все. Спасибо, что смотрите Mobile M.Ho. Впереди еще много интересного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok